Так, как обложки делают фишеры, когда им выпадает Тотти? Ага, 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 ага. Как я понял, секрет в том, что как можно шире открыть свой рот. Я готов. Всем привет, с вами я, PandaFX, сзади у нас синий фон, а это значит, что Тотти хайп все еще продолжается. Вы знаете, в этом году именно на Тотти я слил рекордное количество бабок, больше 150 тысяч рублей. Дурак, что ли? И по факту мне упал только Тотти Марселла, да, Тотти ачивку поставил, но по факту это самый худший Тотти. И останавливаться на этом будет глупо, и я скрафтил, ребята, только задумайтесь, 101 пак, 82 плюс рейтинга. Я реально потратил очень много времени, чтобы скрафтить эти паки, 82 плюс, ребята, и давайте договоримся, вы ставите под этим роликом 20 тысяч лайков, и видеоролик выходит прям завтра. Логично. Мы сегодня будем открывать Тотти паки в FIFA Mobile. Да, с полной версии я как-то забил хер на FIFA Mobile, но так как остался один день, я просто не имею права пропустить этот ивент в FIFA Mobile. Возможно, тут мне будут дропаться игроки намного лучшего качества. Левандовский Тотти с рейтингом 90. В принципе, я доволен. Статы очень крутые, но единственное, его позиция ПФД чего. Ну и перед тем, как мы пойдем открывать пакетики, давайте я по-фасту пойду сыграть один матч. Мне просто хочется посмотреть, как Левандовский с рейтингом 90 ощущается в FIFA Mobile, если какая-то разница между обычными бичами. А то FIFA Mobile это такая игра, где ты хер поймешь, действительно тут решает скил игроков что-либо, или же это просто нарисованные статы. Это мой составчик, спасибо FIFA, давайте посмотрим на состав соперника, но тут намного скромнее, чем меня. Ну, кстати, по дриблингу я уже ощущаю, что он намного плавнее двигается. Что насчет финта? Супер. А что насчет удара? Хорош! Херач! Нормально. Первый удар, сразу же галешник. Так, финтофлюшка. И удар. О боже, что это за удар? Нихера тут так можно бить? Я первый раз такой удар вижу. Разрез. Левандовский. Давайте он шотним! Ребята, которые на регулярке играют в FIFA Mobile, объясните, можно как-то играть полные матчи? А то я как-то не нашел. Видимо, я еще не особо шаю. Так, мне тут дали какой-то набор, опыт, это все нам неинтересно. Погнали, в общем-то, донатить FIFA Point и смотреть, какой тут шанс вообще выловить Тотти. Сразу же покупаем комплект нападающего. Именно Криштиану Роналду я хочу видеть в данном по копининге. Ребята, я тут так задумался. Цена 12 тысяч FIFA Point в мобильной версии 7500 рублей. Это дороже, чем в полной версии. Охереть! На что я трачу свои деньги? Ааа, тут 15 тысяч FIFA Point надо. Значит, получается еще дороже. Еще полторы тысячи рублей. Да, это жестко. Ну что, ребята, 15 тысяч FIFA Point сдоначены и поехали. 11 паков с Тотти игроками. Let's go. Первый пак. Манжукич. Манжукич. Вы серьезно, Манжукич, блядь? Ладно, Манжукич. Какой у него пейс? 76. Нет, это неинтересно. Поехали дальше. Так, очередное очко нападения. Да ладно. Да. То есть, такая херня тоже присутствует. То есть, они дают 11 пиков и, возможно, вам падает только очко. Я разочарован. Ладно. Очко нападающего. Опять очко нападающего. Вы серьезно? Опять Манжукич. Вы серьезно? Опять Манжукич, опять головой. Как говорится, два Манжукича это то, что я пока что заслуживаю из пяти пиков. Охереть. Шесть пиков уже. Седьмой пик подшел. И всего лишь два Манжукича. Вы что, гораете, что ли? Агуэра! Хорош! Вот это неплохо. 89 рейтинг. 96 ударов. 89 скорость. Ловкость. Вот это уже хорошо. Вот это я понимаю. Я не знаю, каким хером Агуэра попал в команду года. Но, в принципе, этим игроком уже можно играть. Агуэра это, конечно, хорошо. Но Криштиан Роналдо было бы еще лучше. Гризман! Хо-хо, ребята! Вы посмотрите. Сначала мне казалось, что все идет по пизде, блядь. И тут вуаля! Гризман! Агуэра! Вот это красиво. Вот это я понимаю хорошо. А можно мне такой же дроп подкрутить в полной версии FIFA? Есть порт. Вы же там меня смотрите. Я там 101 пак, 82 плюс нафармил. Ну, вы знаете, что делать. Итак, ребята. Осталось совсем немного. Два пика. Но, в принципе, я уже доволен. Хорошо. Два манжукича, это, конечно, круто. Но Агуэра и Гризман вполне себе зарешали. Последний пак. И Гаррет Бэйл! У-у, ребята! Я не верю своему счастью. Такое вообще бывает, блядь. Гаррет Бэйл. 102 скорость? Что, прости? Что, блядь? Это очень странно выглядит. Но, ладно, ребята. Гризман! Агуэра! Гаррет Бэйл! Вот это составчик сейчас у меня будет. Опачки, ребята! Тут же еще событие есть, с помощью которого я смогу еще получить игроков из команды года. Итак, ребята. Трачу первые 300 очков на нападение Мане. Я вообще не знаю, нахера я это делаю. Я только сейчас задумался, что лучше бы я защитника взял. Потому что эти пацаны мне нахер не нужны. Потому что у меня нападение уже по умолчанию охерительное. Ну, ладно. ЛВ-шник нам хороший тоже нужен. Поэтому давайте, азарчик! Забираем азарчика! Красавец! 92 рейтинг! Блин, чуваки. Я за 15 тысяч фапоинтов собрал себе просто мега топовый состав. Вы вообще представляете себе такое в полной версии FIFA? Это вообще Unreal. И, в общем-то, на Криштиану Роналду мне уже не хватает. У меня всего лишь 400 очков. Ну, ладно. Может быть, когда-нибудь я еще и задоначу. Сколько там до конца ивента? 20 дней вроде. Блин, как бы этих игроков всех расставить по своим позициям? Я не знаю. Это будет очень сложно. Но я постараюсь что-нибудь классненькое придумать. Ну, и, в общем-то, ребята, вот такой вот видеоролик получается. Поймали сразу три Тоти, что довольно-таки круто для мобильной версии. Но в полной версии пока что только Марселла. Но, опять же, если вы поставите по фасту 20 тысяч лайков, завтра выйдет видос с 100 паками 82+. Хотя, может быть, стрим сделать? Я не знаю, ребята. Решайте сами ролик или стрим. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. С вами был я, PandaFX. И всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok